Жительница Наринмара приобрела путевки на курорт на неизвестном интернет-сайте и потеряла деньги. Впрочем, началось все вполне убедительно. Подписание договора, выставление счета и оплата. Правда, сказка «Отдых в Крыму в летний сезон за 18 тысяч рублей» длилась недолго. Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина написала заявление в полицию. Свой долгожданный отпуск Елена Гафурова планировала заранее. Просмотрев множество вариантов, в итоге остановилась на Черноморском побережье. Женщина решила искать путевку в интернете, ввела запрос «Отдых в Крыму». Поисковик выдал целую россыпь различных мест отдыха. Больше всего Елене понравился пансионат «Волга» в селе Приветное. Ну, в общем, выбрала, зашла на этот сайт и, как обычно, посмотрела все фотографии, которые есть, там рассказывают, что предлагается, допустим, какой пляж, какие условия проживания, то есть это номера все были показаны, столовая, где вот это все тоже было все показано. И были пересечислены услуги, предлагаемые для отдыха. Елена решила забронировать место. Заполнила все необходимые данные. Стоимость путевки составила 25 тысяч рублей. Причем сумму можно было уменьшить. Если ты делаешь, допустим, предоплату 50%, у тебя такая-то скидка, 100% такая-то, и, естественно, цена меняется. Итоговая стоимость путевки составила 18 тысяч. Затем менеджер лжепансионата отправила Елене реквизиты для оплаты и договор на оказание услуг. Женщина перевела деньги и через некоторое время решила связаться с представителями «Волги». Но телефоны уже были недоступны. Заблокировали и адрес электронной почты. Пропал и сам сайт места отдыха. Я стала искать другими путями, чтобы выйти на этот сайт, с которого... И случайно увидела, кто-то пишет, что его так же люди обманули, что вот этот сайт – это мошенники. Впрочем, как выяснилось, пансионат «Волга» действительно существует. Мы связались с его директором. По словам руководителя, Елена стала не единственной жертвой мошенников. «Люди пострадали по всей России. Уже в 340 шведов не отправил. Это и Московская область, и Питер, и Казань, и Семень, и Сахалин. Вся Россия присылают письма и просят проверить, есть ли такая бронь, какой-то ваучер. Волга пансионат никогда никому не задавал никакие ваучеры. Но у нас никогда не было все включено – шведский стол, сперва без ограничений». Схема, которую используют мошенники, очень простая. Злоумышленники продвигают сайты-двойники в поисковой системе, размещая их на первых страницах запросов. Конечно, первым делом интернет-пользователи переходят именно туда. «В преддверии наступления сезона отпусков Управление ВД России по Ненинскому автономному округу рекомендуют жителям округа использовать проверенные сайты туроператоров, а также использовать туристические агентства при непосредственном посещении». Только в этом случае безопасность ваших финансов гарантирована, и отпуск не будет испорчен. Любовь Пермякова, Олег Сахаров, Игорь Тарасевич, Телеканал «Север».